Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о кресле от компании Joy. Моделька называется Steady. Это кресло категории 0.1 с рождения до 100 сантиметров роста. Будем по-простому говорить. Тут пишут до 18 килограмм. Но самое важное, чтобы ребенок был 100 сантиметров. Это потому что запас ремней и высота подголовника здесь максимум до 100 сантиметров. И соответственно с самого рождения. Что хочу сказать про это кресло. Очень много родителей. Особенно мамы, когда ездят без папы. Соответственно с одним ребенком. И они не хотят сажать ребенка, например, назад. А изофикса спереди практически никогда нет. Это очень мало таких автомобилей на самом деле. И это кресло у нас устанавливается с помощью ремня. Здесь очень хорошее крепление. Прям одно из лучших, я считаю. Здесь есть система натяжения ремня. И соответственно мы можем очень мощно, плотно его установить. Без изофикса. Соответственно можно установить на переднее сидение. Чтобы ребеночек был сразу рядом с вами. Единственное нужно будет отключать подушечку, когда везете новорожденного. Это очень важно. Так что кресло имеет сертификацию. Все нормально. Обязательно, мне кажется, если ты пройденный. Доверять ребеночка можно. Вот. Поэтому давайте разбирать, что он из себя представляет. Ноль категория, друзья. Соответственно, что нам нужно, чтобы перевозить маленького ребеночка? Нам нужно будет делать максимальный угол наклона. И здесь мы видим красная зона и синяя зона. Синяя зона это когда мы едем против хода движения. Здесь вот маленькая такая индикация. Если мы, получается, в синюю зону попадаем, мы видим, что проставили правильно. В синей зоне мы возим только против хода движения, развернув его против хода. Давайте сразу я это и продемонстрирую. Нам нужно полностью положить. В синей зоне, когда против хода возим, у нас нет возможности толком его регулировать. Ребеночек будет вот в таком виде, как есть. Ну, таким и должен быть. И давайте я сейчас его установлю и покажу, как это будет выглядеть. Что нам нужно? Нам нужно ремень полностью высунуть. Здесь пропихнуть его в отверстие между сиденьями. Вот так вот туда его выталкиваем. Потом нам нужно защелкнуть, соответственно. Натянуть верхний, чтобы нижний натянулся. Вы видите, что ремень нижний в синей зоне. Он там и должен быть. Натягиваем настолько, насколько физически мы можем. Просовываем вот в это место с моей стороны. Я вам сейчас небольшую подсъемочку сделаю, покажу. Просовываем туда. Натягиваем еще. И заворачиваем ремень вот сюда. Вот. И таким образом оно установлено правильно. Давайте покажу, как это выглядит отсюда. С моей стороны, как это выглядит. Мы пропихнули ремень вон туда. Соответственно, здесь мы его защелкнули. Вот он, как я и говорил. Ремень просунули вот сюда. Натянули это все. Завернули вот сюда. И, соответственно, вот как вся эта конструкция. И вот таким образом оно установлено правильно, друзья. Собственно, разобрали, как его установить против хода движения. Все очень просто. И самое главное, эффективно. Вот эта система натяжения, это реально, кто это изобрел, просто молодец. Потому что, установив кресло на ремень, пристегнув кресло ремнем, оно стоит более плотно, чем на изофиксе. Это реально очень круто. Так, с крепежом разобрались. Теперь давайте допокажу, что здесь есть для маленького ребенка. Чтобы нормально возить малыша, нам нужны вкладыши. Чтобы выпрямить ребенка и лучше его зафиксировать, чтобы он здесь не болтался. Вот такой вот идет вкладыш. Видите, здесь большая вставка под поясницу ребенка. Кстати, отсюда можно вытащить этот поролон и использовать просто мягкий матрасик, если захотите. Он действительно мягкий, классный. И также в изголовье идет еще одна часть подголовника, вкладыш. Я его сейчас снимать не буду. В общем, вот так мы возим ребеночка. Где-то до 4-5 месяцев этот вкладыш нам обязательно будет нужен. А дальше смотрите, помещается ребенок комфортно, некомфортно. Или достаете его, или оставляете на месте. До 9 месяцев минимум доездили против хода. И дальше уже смотрите, как-то ножки сильно уперлись, как он себя чувствует, ребенок. Если позволяет еще больше проехать против хода, езжайте. Если же нет, разворачиваем его, вот как вот сейчас. Уже по-любому вытащим эти вкладыши. Давайте я сниму, в принципе, вкладыш, чтобы вы уже наглядно видели. Вот, здесь действительно много места. Подголовник у нас регулируется в большом диапазоне. Пятиточные ремни у нас используются на весь срок эксплуатации этого кресла. Здесь взрослым ремнем автомобильным же еще менее пристегиваем. Вот, собственно, давайте теперь покажу, как его пристегнуть. По ходу движения процедура практически один в один, как мы пристегивали ребеночка против хода движения. Пристегиваем. То же самое мы делаем. И просовываем вот в этот направляющий, который я вам сейчас показал. Вот этот вот. Также со всех сел натягиваем, но за вот эту часть уже заворачивать не нужно. Здесь это ни к чему. Смотрите, оно как вкопанное, просто, не знаю, как будто его приклеили к сиденью. Я считаю, вот с таким натяжительным ремня, вот с этим, кресло становится просто, ну, я не знаю, наимощнейшее крепление. И оно меньше звуков издает, менее трясется. Когда вы едете там по плохой дороге, кресло тоже звуки издает, не всем это нравится. Что касается наклона, давайте посмотрим. Я сейчас его отстегнул, я его перетянул. И, соответственно, оно настолько сильно прижалось, я перестарался. Вот, можно чуть меньше натянуть. Вот. И у нас появляется возможность наклона. Наклон здесь регулируется по ходу движения. Не в таком очень большом диапазоне, всего три положения. Здесь это видно по вот этим вот моментам. Соответственно, сейчас это крайняя зона. И здесь у нас наклон вот такой. В принципе, достаточно такое положение отдыха, чтобы ребенок нормально себя чувствовал. Уснул, голова не висела вперед под своим же весом. В принципе, окей. Если полностью посадить, вот, собственно, вот так это выглядит. Так, да, вот насчет именно регулировки наклона. Когда вот вы его затянули сильно, ремень, прям вот я со всей дури, как говорится, натянул, тогда у нас немножечко затрудняется вот вытянуть, потому что я здесь пережал. Чуточку на сантиметр, на два подотпускаете, и у вас получается вот возможность вот регулировать этот наклон. Вот эти три положения. Но он вот такой. Вот. Нет наклона. Да, есть наклон. Диапазон небольшой, но я на самом деле бы сделал как? Поставил его в положение уже с максимально откинутым, и потом пристегнул и хорошенько натянул. Потому что вот так ребенка будет всегда сидеть нормально. Под 90 градусов практически никогда ребенок не сидит. Я вам из опыта могу сказать. Двоих уже вырастили в креслах. Вот. Поэтому я думаю, что лучше всего пристегивать уже после того, как отрегулировать, и оставить всегда вот в этом положении. Не так удобно. Технически можно регулировать с ремнем натянутым, но усилие нужно прям такое посильнее применять, потому что натянули элементарно. Собственно, друзья, как по мне, просто действительно интересное кресло за немного денег сертифицировано. Это хорошего бренда с хорошими тканями. Кстати, стирайте ткани до 30 градусов, если сядет ткань, вы обратно не наденете. Я это всегда во всех обзорах говорю, потому что ко всем креслам это относится. Вот. И плюс у вас есть возможность поставить его хорошо ремнем спереди на переднем сиденье. Как по мне, вполне себе очень годный интересный вариант, друзья. Ссылка на него внизу в описании есть. Можете посмотреть. Если вопросы остались, комментарии открыты. Я вам на них отвечу по возможности. Но вам хочу пожелать взять грамотный выбор. Удачи на дорогах. Пока.